Добрый день, уважаемые присутствующие. Уже мы безедем. Ну, 2016 год он был не дергать, не дергать. И 2017 год тоже. В части именно противодействия преступности оставляет желать лучше, потому что уже за... На той территории, которую мы обслуживаем, это Кески, Гебетский, Болезнинский районы, уже за вот эти неполных, так сказать, полтора месяца уже совершено у нас 4 убийства и одно причинение тяжкой вреда здоровья и повлекшение неосторожности смерти потерпевшего. Из них одно убийство совершено уже на территории поселка Болезино. Я приведу небольшие статистические данные в сравнении, так сказать, тех трех районов, которые мы обслуживаем. Обслуживаем мы Кески, Гебетский, Болезнинский район. Если в 2016 году в целом на Утбухте зарегистрировано на 1,5 преступлений меньше, чем в 2015 году, то во всех трех районах только в Кесском районе имеет место снижение. В Гебетском и Болезнинском рост составил 6,6%. На этом фоне, то есть, в целом, зарегистрировано снижение количества зарегистрированных преступлений экономической направленности, снизилось, так сказать, количество преступлений в сфере половой неприкосновенности. Ну, я не буду останавливаться на тех больших, так сказать, основных показателей, то есть, которые касаются работы следственного отдела. Ну, вот в целом могу сказать, что на всей территории обслуживая Болезнинским следственным отделом в 2016 году совершено 9 убийств и покушения на убийство, а в 2015 году, за 2015 год, было всего 2. При этом, в 2016 году 5 убийств совершено на территории Болезнинского района, в Кесском районе 2 убийства, в Гебетском районе также 2 убийства. Но при этом за 2015 год, в Болезнинском было 1 убийство, в Кизу убийство не совершалось, а в Гебетском районе также было в 2015 году 1. Схожее же преступление тоже, также имеется в виду месторост на всех территориях, это причинение смерти по неосторожности в результате умышленных действий того или иного лица. То есть, это статья 111, часть 4-го уголовного кодекса. В принципе, она немного отличается, незначительно отличается, будем говорить, от понятия убийства, но в истекшем году было совершено 3 таких преступления против 1 за 2015 год. При этом в Дебесах составило снижение на 100%, в Кесском районе рост на 100%, то есть в Бразийском районе такие преступления в 2016 году не совершались. При этом в Кизу было совершено 3 таких преступления. В 2016 году зарегистрировано всего на всей территории 7 изнасилований, 4 в Дебесском и 3 в Балезинском районе. В Кесском районе такие преступления в 2016 году не регистрировались. В 2016 году зарегистрировано 3 преступления, предусмотренные в статье 132-й уголовного кодекса сфедерации относительно детей с сексуального характера. Из них все 3 на территории Балезинского района. И при этом, опять же, одно из них в отношении малолетнего, как и в 2015 году. На этом фоне, то есть в 2016 году, то есть имеет место снижение чласса, расследуют преступления, совершенных несовершеннолетними на 12,7%. Снижение данного вида преступлений имеет место во всех районах, то есть на 33% в Дебесском районе, в Балезинском, Кесском, на 20 и 45% соответственно. Всего в 2016 году в производстве следственного отдела находилось 157 уголовных дел под следственным органом Следственного комитета. Из них 82 уголовных дела по фактам совершения преступлений на территории Балезинского района. В 2015 году было 57 уголовных дел в производстве на это дело. Окончено расследование по 55 уголовным делам по фактам совершения преступлений на территории Балезинского района. За 2015 год было 37 уголовных дел. Суд по коровам направлено 51 уголовное дело на 76 преступлений. В 2015 году было 35 уголовных дел на 53 преступления. Прекращено производством 4 уголовных дела. Из них одно прекращено производством на основании статьи 28.1. То есть это налоговое уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Балинзинским литейно-механическим заводом. В период следствия вся задолженность, это порядка свыше 20, около 28 миллионов. То есть в добровольном порядке заводом была погашена задолженность по налогам перед государством. С чем? Закон у нас позволяет принять такое решение и уголовное дело было прекращено. В связи с изменением закона было прекращено одно уголовное дело. Также по налоговому преступлению в июле произошли изменения. С чем? Размер, так сказать, суммы, которая подпадает под признаки уголовного наказуемого деяния, было увеличено. И было прекращено в связи с этим уголовное дело в отношении руководителя Балинзинского лесопромышленного сервиса. Крымичева, который еще и не согласен с этим, пытался, так сказать, доказать, что он у них совершал преступление. Но судом всех инстанций, то есть Синий Первый, пытался обжаловать наше решение о прекращении. Но, в общем, даже в Верховном Томовском лесу, решение о прекращении уголовного действия с изменением закона было оставлено в силе. Прекращено одно уголовное дело с нестечением срок данности. И одно уголовное дело по факту суицида несовершеннолетних было прекращено за суд, субцем события преступления. Всего в суд было в 16-м году направлено 3 уголовных дела по фактам убийства, по фактам причины смерти, по неосторожности, также 3 уголовных дела. На 2 уголовных дела было направлено в суд по фактам умышленного причины тяжкого вреда здоровью, сопротивляющего, повреждения, по неосторожности и смерти. Большая часть этих дел, вот эти 2 дела, это дела, перешедшиеся с 14-го года в год. Одно уголовное дело по факту изнасилования, 3 уголовное дело по факту совершения насильства в виде сексуального характера, 4 уголовных дела по фактам половых сношений и энергии сексуального характера с лицами, не достигшими 16-летнего возраста 16 уголовных дел по фактам незаконного проникновения в жилище 2 уголовных дела по фактам совершения несовершеннолетних краж с проникновением в жилище 1 уголовное дело по факту совершения несовершеннолетних грабежа с применением насилия 2 уголовных дела по факту совершения несовершеннолетних разбойных нападений 1 уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями, 3 уголовное дело по факту превышения служебных полномочий должностными лицами, 1 уголовное дело по факту применения насилия в отношении судебного пристава в связи с полномочиями, 4 уголовное дело по факту применения насилия в отношении приставителей и власти сотрудников полиции и 2 уголовное дело по факту оскорбления сотрудников полиции в исполнении служебных обязанностей. Что касается причин и условий, по которым совершаются у нас большая часть преступлений, часть касаемых именно, будем говорить, против личности и безопасности, то есть о здоровье и жизни граждан. То есть в такой категории у нас относятся уголовные дела об убийствах, об изнасиловании. Основная, наверное, проблема, это фактически все убийства, которые у нас были зарегистрированы в прошлом году, это совершены на фоне злоупотребления алкоголя. Большая часть, то есть это все алкоголь, именно не тот алкоголь, где эти сети фигурируют, а именно алкоголь, суррогатый алкоголь. То есть это вот всякие различные содержащие жидкости, которые реализуются даже не сколько, будем говорить, в официальной сети, а сколько по, так сказать, по сельской местности. Причем, вот несмотря на то, что проходили органы пытаются выявить эту заразу, но вот выезжая ежемесячно в различные сельские поселения с целью, так сказать, ну с осуществлением выездных личных приемов, и вот только, если касаемо Балетинского района, только в Сергино задали вопрос. Вернее, не то, что задали вопрос, а вот было со стороны администрации, то есть определенная, то есть просьба все-таки оказать содействие в пресечении этой деятельности. Потому что в других сельских, ну, зачастую сталкиваешься как-то органы местной власти, неохотно, так сказать, идут на решение этого вопроса, то есть акцента на это не делают. В основном в деревнях вот именно и реализуется вот эта вся дрянь, от которой в Викторске померло сколько там человек очень большого количества. Так и здесь у нас. Но у нас сметки в основном единичные, сметки, будем говорить, от этого, от выгадов спиртовых, то есть...